Так, предлагаю седьмую серию маршрута Москва-Соргут. Позади остались города Кострома и Киров. Двигаемся в сторону Перми. Информацию о населенных пунктах по трассе буду брать из народной энциклопедии Википедия. Википедия. Это короче. Переводчик. Утар. Короче. Такая. Размер в руке. Да, размер в руке. Размер в руке. Там начальники подписали почти все Надо блять именно в папочке блять Все в файликах ходят А вот до нашей конторы он заебался Там бабочки нам Там АТКСки Только в такси ездят Автобусы дополняют Расплодимские поли А тут и ДКСки Четыреста блять такси Туда обратно съездил Восемьсот рублей Плюс еще эта бабка и ТСС Короче Где вот товарищ остался Он пишет Подписывайтесь Н squeak Туфин 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 Командировочные цели С правой стороны по ходу движения город Амутинск. Городом стал в 1921 году. Расположен при Уралье на склонах Верхнекамской возвышенности в северо-восточной части Кировской области в месте пересечения реки Амутной приток Вятки с железной дорогой. Кировской области основан как поселок в связи со строительством на реке Амутной в 1773 году. Чуть имеется в городе Чугуноплавильный завод. В 1775 году получена первая плавка. В 1853 году построен храм Александра Невского. В 1861 году построена вторая доменная печь и пудлинговый сварочный цех. В 1912 году старообрядцами-поповцами построен храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1913 году завод из частного владения передается акционерному обществу Северо-Верских горных заводов. В 1929 году создан Амутинский лес-промхоз. В 1930 году вышел первый выпуск газеты «Голос рабочего». В 1931 году на станцию «Стельная» прибыл первый паровоз. В 1935 году открылось медицинское училище. И так далее, и так далее, и так далее. Население Амутинска составляет 22 тысячи 9 человек в 2018 год. Но эта информация только о городе Амутинске. Чуть позже о районе экономика. Амутинский металлургический завод, деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность. Известные люди Скобов Юрий Георгиевич, чемпион Олимпийских игр. Чедовик Яков Юрий Армалаевич, советский художник государственной деятельности. Тостоедов Николай Алексеевич, генеральный конструктор информационной спутниковой системы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Продолжение следует... 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 В поселке профессионального училища 339 Всем России. Культура. В поселке есть Дом культуры. В нем проходят концерты и праздники. Дети могут заниматься и танцевать в секциях. Есть зал для дискотек и акробатический зал. Ранее в поселке работал кинотеатр «Зенит». В поселке работает спортивная школа по акробатике под руководством Еремеева. Спортсмены занимают призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке и прыжкам на батуте. Есть возможность заниматься лыжным спортом, туризмом, волейболом, хоккеем, баскетболом. С 2000 года в Восточном издается «Амутнинские ведомости». До 2003 года «Восточный вестник». Тиражом 4400 экземпляров. Это краткая информация о поселке Восточный. С левой стороны проходит железная дорога, станция Белореченск. Огромные лесные массивы слева и справа по ходу движения, насколько хватает глаз, все в лесах. Все покрыто лесом. С левой стороны по ходу движения русло реки Вятка. Причудливо извивается вдоль трассы. Ну, впереди будет мост через реку Вятка. По ходу движения с правой стороны деревня Рякино. Ну, о ней... Ну, о ней в Википедии ничего не сказано. С левой стороны осталось... С левой стороны осталось... Село Красноглинье. Ну, что-то я не вижу более подробной информации. Так, ну, написано... Амутнинский район... Тип... Село... Статус... Развалины. Вот так вот. Дата строительства первой церкви и открытия прихода по документам ЦГА ОР не установлена. Известно, что в начале 17 века в селе была деревянная Николаевская церковь. По указу Вятского духовенства консистории от 24 февраля 1965 года вместо Вятской деревни деревянной церкви построили новую. Так... 11 апреля 1822 года Вятской духовной консистории дана храмозданная грамота. Воспоминания о селе Красноглинье бывшей его жительницы Черных Людмилы Петровны. Мне пришлось уехать из Красноглинье в возрасте 14 лет. По тому и воспоминания мои детские. Я постараюсь восстановить в памяти то, что было... То, чем была очевидцей. В начале 60-х годов прошлого века наше село уже было подвержено процессу вымирания. Сейчас я понимаю это, а также тогда происходящее не подавало значения. Раньше даже улиц было больше. Рядом с нашим домом стоял еще дом моего дедушки Беляева Николая Алексеевича. В те годы была еще в селе молодежь и детвора. По вечерам на полянке дети устраивали всевозможные игры. Летом натягивали волейбольную сетку, старшие играли в волейбол. Нам, малышне, выпадала честь поднести мяч. Колхозная ферма коровник был построен в конце 50-х годов за речкой Осиновкой рядом с дорогой. На речке Осиновки в метрах 150 от самого устья на уровне коровника раньше стояла мельница. Хозяина ее я не знаю. В наше время от мельницы осталась только бучила, мы так называемый искусственный завет, образованный деревянными перекрытиями. В старые времена на поляне нашего села организовывались ярмарки. Мы, красногринцы, чувствовали себя чуть ли не столичными жителями. Нам был присущ некоторый снобизм по сравнению с близлежащими деревнями. В нашем селе была учреждена администрая. Так, ладно. Сельсовет было крутое место. Сейчас этого села, к сожалению, как написано, уже нет. Только развалины остались. Но прочитайте. Родная Вятка, Краеведческий портал, село Красноглинье. Грустная информация. Справа, походу, Меньше чем километр. Ну, примерно в километре от трассы Лупья. С правой стороны, повторю, Лупья. Река в России протекает в Верхнекамском районе Кирилл. Кировской области. Усть реки находится в 1349 километрах по левому берегу реки Кама. Длина реки составляет 34 километра. Исток реки на Верхнекамской возвышенности в болотах, 5 километрах к северу от села Лойна. В Верховьях течет на юго-восток в районе покинутой деревни Бельтюково. В районе деревни Бельтюково поворачивает на северо-востоке. Течет по сильно заболоченной местности. Параллельно Каме. Приток Лупшер левый. Прочие притоки без названия. Впадает в Кама у деревень Пальшино и Лупшер. Кайское сельское поселение. Ширина у Устья около 30 метров. По данным Государственного водного реестра, России относится к Камскому бассейному округу. Водохозяйственный участок реки Кама. От истока до водомерного поста в селе Бандюк. Речной подбассейн реки. Вот такая вот информация о реке Лупья. Видно населенный пункт, но о населенном пункте... В населенном пункте ничего не сказано. В населенном пункте ничего не сказано. С правой стороны примыкает к дороге Юбилейный. Наверное поселок, но тоже никакой информации нет. С левой стороны приближается к дороге, но не доходит до трассы река Кая. Такая лесная река. И куда она тянется? Далеко уходит в лес от трассы. Далеко уходит в лес. Температура падает потихоньку. 4 градуса по 20 градусов. Так без работы доеду, там мне нужно будет. Да. Кругом лес и слева, и справа по ходу движения на огромное расстояние. Слева в багажнике. Так, если что, надо будет соединить. Слева в багажнике. Так, если что, надо будет соединить. Но шипах по такой дороге тоже не очень приятно. Конечно. Я это не понимаю. Очень слабо развита инфраструктура. Вообще никакой инфраструктуры нет. Вот северный вариант движения на восток. Сами можете посмотреть условия. Не видно ни конца ни края. Легите, а тут красиво. Какой поред Виталий? Вот такой поле медиа. Вот такой... Угу. Помогите. Баланс. Вот из-за того, что слабо развита инфраструктура, поэтому основное движение на востоке идет по М7 и по М5. И все они через Уральские горы, через перевал. А вот этот вариант северный, он идет по равнинной местности. Поэтому те, кто не очень любит перевал, то вот как альтернатива под северный вариант. Интенсивность движения, видите, достаточно слабая. Ну, полотно дороги сами можете наблюдать. Так, впереди Афанасьево. Это поселок городского типа в России. Афанасьевский район Кировской области. Образует Афанасьевское городское поселение. Расположен на реке Каме в 80 километрах к северо-востоку от железнодорожной станции Стальная и в 250 к северо-востоку от Кирова. Населенный пункт известен с 1730 года. Население в 2018 году составило 3434 человека. В Афанасьевском районе проживает довольно много старообрядцев. Старообрядческая община в селе Афанасьево собирается строить храм на живописном берегу реки Камы. Место для постройки уже передано общине. Национальности проживающие Коми, пермики, зюзденцы, русские. Конфессия. Православие традиционное и старообрядческое. Прежнее название было Зюздина Афанасьева. Название дороги 33Р-003, кажется. Да, 33Р-003. Комиатских прикינков. Показывая точка, беремhome 34è. Откуда? Артурес Anti forgotten. Да, неизвестно, буду там выехать. О, Аненька, дочко. С левой стороны прочудливое русло реки Кая. А он промазал, он же побежал на него, но не попал. Я на самом деле смотрел бой, первые там секунд 15 я переживал за Хабиба. С начала боя там первые 15-20 секунд. А потом я каждый раунд думал, блин Хабиб, только вот не надо раньше времени. Ну, чтобы он не быстро завершил это ни в первом раунде, ни во втором, ни во третьем. А чтобы немножко как бы, ну, посмотреть, насладиться в бой за Хабиба. С утра пораньше проснулись, чтобы посмотреть. В четвертом раунде он упал в 8 утра? В 8 утра с 2 утра. В 7, по-моему, он начался. Вообще там само это... UFC какой там 229, по-моему, да? Он начался в 5 утра. В обои что-то около 7 на 7.30, наверное. Да, на 7.30. 7 не должны были начать, ну, пока они решили, пока они там... Да, да. Вот эти, по-моему, все. И не хотелось, на самом деле, чтобы он там приемом каким-то его болевым, там, удушающим, хотелось, чтобы этот вырубил. А он не смог. Выносливость все-таки у этого тоже нормальная. Он сразу же после боя, прямо еще по катаконе, заявил. Типа, мне плевать, что я хорошо днился. Я хотел его опозорить. Но не опозорю. Я тут Макгрегор. Не знаю, я не читал новости. Выплатили, не выплатили. Хабибу этот гонорар. Его там вроде на 250 тысяч хотели оштрафовать. Здесь. Где с двух миллионов? Где с двух миллионов? Где с двух миллионов? Где с двух миллионов? А? Вроде бы. Вроде бы. Но 250 тысяч не должен выдержать. Пусть так. Да. За то, что он покинул... Блин. Угу. М deux миллионов не достала с них в 10 километрах. Впереди плохая дорога, ограничений 10. Впереди плохая дорога, ограничений 30. Головков вернулся с прогулки. Только что провели деревню Аверины, в интернете нашел информацию. Афанасьевский район, тип деревни, статус существующий населенный пункт. Я посмотрел перечень погибших в Великой Отечественной войне. Брезгин Михал Кузьмич. Варанкин Алексей Александрович. Варанкин Афанасий Данилович, Варанкин Афанасий Михайлович, Варанкин Афанасий Никитич, Варанкин Василий Алексеевич, Варанкин Василий Алексеевич, Варанкин Василий Евстигневич, Варанкин Василий Никитич, Варанкин Сергей Степанович, Варанкин Григорий Алексеевич, Варанкин Григорий Павлович, Варанкин Иван Афанасийевич, Варанкин Иван Михайлович, Варанкин Иван Федорович, Варанкин Иван Яковлевич, Варанкин Константин Абрамович, Варанкин Максим Николаевич, Варанкин Михаил Григорьевич, Варанкин Михаил Кириллович, Варанкин Николай Гаврилович, Варанкин Петр Васильевич, Варанкин Петр Федорович, Варанкин Прокопий Абрамович, Варанкин Семер Никитич, Варанкин Кимофей Елизарович, Варанкин Тихон Истебеевич, Варанкин Тихон Кириллович, Варанкин Яков Григорьевич, Крючков Тимофей Егорович, Макаров Алексей Федорович, Марков Кирилл Федорович, Маркин Михаил Федорович, Маркин Павел Федорович, Харин Валентин Федорович, Харин Василий Федорович, Харин Илья Иванович, Чаранев Николай Кириллович, Чаранев Алексей Андрея Лукич, Чаранев Афанасий Прокофьевич, Чаранев Иван Афанасьевич, Чаранев Илья Семенович, Чаранев, Кирилл Тарасович, Чаранев, Михаил Михайлович, Чаранев, Семенович, Шушаков, Глаз Ефимович, Шушаков, Михаил Владимирович, Шушаков, Федор Кузьмич. Это потрясает, просто это ужас. Целыми семьями. Тут вроде бы неприметное с виду название, мало кому известное, а погибли целыми семьями. Просто мурашки по коже. Жутко, конечно. Даже представить страшно. Целыми семьями погибли люди. Ужас. 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 Продолжение следует... 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 Дальше Что сделаем Как бы уж он слишком далеко останавливали Могу здесь стоять Да Магу здесь стоять Чё вылупая Выпадет Съя Магу 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 Продолжение следует... С левой стороны Яковлевская. На сайте Родная Вятка, краеведческий портал, сказано, что это Розовский район, тип деревня. Статус нынче не существует. Вот так вот. Ныне существует. Продолжение следует... Продолжение следует... Пошел дождь, по-моему. Ну, условия движения... Комментировать не буду, сами видите. Чем-то напоминает... Чем-то напоминает... Трасса «Кола» 10-летней давности. Сейчас, конечно, трассу «Кола» не сравнить. Состояние... Это Мурманская область. Состояние великолепное, потрясающее. Трасса «Кола», на мой взгляд, одна из лучших в России. Ну, а мы двигаемся в сторону Перми. С правой стороны вдоль дороги тянется река Визжа... Езжа... Продолжение следует... Состояние... Дорога под названием 33Р-003. Что это такое, я не знаю. Наверное, регионального значения. Дорога под названием 33Р-00. Как мы еще в этом Тернской области. Не в курсе какой первый город в Перми относится. Какой там граница стоит. Не знаю. Тернской области. Екатериновская. Серьгина. Сева. Севы. Карагай. Да, ну вот Карагай пришло. Скоро по идее. Меньше 100 км. Extremely. Стал. Тернской области. Понимаем. Меньше. В темное время суток, я думаю, не очень комфортно здесь ехать. Тут еще нужно иметь, что связи мобильной нет, почти нет. Иногда мегафон пробивается, а так вот оказаться ночью на этой дороге без связи совсем кислых. Так, что-то на нас. С комментариями. Проверим. Плагин Алексей Руденко. Классный железнодорожный вокзал в Хабаровске. А, это к видео России из окна поезда. Алекс Руденко. Видео дорог России классно снято. Благодарю, дружище. Доброе слово и собаке приятно. Так, больше. Ядро, ядро. Тяжело читать комментарии. Ядро, ядро без знаков прикинания. Вот, прочитаю одно. Вот и новый коммент Валентину. Он же Перми проедет, а там снимался с Николаем Наумовым. Реальные пацаны. Пусть Валентин в дороге по улицам Перми напоет. За цены здесь реальные пацаны, за моральное здоровье нации. Так, ядро, ядро. Екатеринбург. Валентину не страшно проехать родину Валентина Николаевича Ельцина? Ну, он пусть сам отвечает. По ходу движения. Сива. Населенный пункт Сива. Так, в Википедии пишут. Заброшенная деревня в Маломыжском районе Кировской области входит в состав Калининского сельского поселения. По данным переписи населения, в 2010 году в Сиве проживало 0 человек. Так, на сайте Родная ветка Краеведческий портал Читаем. Родная ветка Починка. 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 Подскажите, как можно знать, кто из Юферов Василий Иванович мог быть отцом моей бабушки Юфировой Феодосии Васильевны? Ему отвечают Анатолий Мыльников, добавил составы семей этих семей Василиев Ивановичей. Василий Иванович, необходимо знать год рождения, можно будет сопоставить. Вот люди ищут своих родных корни. Ну вот, сколько не смотрю по карте, никаких населенных пунктов нет. Вот Екатериновская, посмотрим, далеко впереди. Так, в Википедии сказано, что Екатериновский район административно-территориальная единица и муниципальное образование Саратовской области. Подожди. Это не то, что-то. Так, на сайте родная ветка, краеведческий портал написано. Шабалинский район, тип деревни, статус ныне не существует. Вот так вот. Так что информация о Екатериновской... Екатериновская... История села Екатериновская в Википедии. На землях монастыря стали селиться люди. Разрасталось и само село, получившее название Екатериновское. Люди, едущие и идущие пешком по тракту, останавливались при пустыне. Проводившийся в 1615 году перепис населения князя из Венигородской писал. Чем Краснокамска известен с нами? Нет. Ничего? Ничего такого там нету? Может какие там известные личности оттуда? А вот интересная информация о Википедии. К древнейшей верхней камне и даже по всей Вятской земле следует отнести Екатеринскую пустыню, основанную в 1582 году священником Павлом и старцем Гурием во время святой великомущеницы Екатерины. На том месте, где за два года до этого останавливался преподобный Трифон, шедший из владений Строгановых. По дороге в город Холнов через Китай в город, говорится в его жизнеписании, одолеваемый с жаждой Трифон испил воды Вятской, показавшийся ему яко мед сладко. Знак благодарности к Всевышнему сложил он из полявшихся поблизости ветвей и сучков шалашек. Обосновавшись на святом месте, горе пешком он провелся в белокаменную столицу с челобитных своему целью с целью отвода новой обители земель на берегах реки Вятки. Выслушав Ходока Федор Иванович в грамоте 1 декабря 1595 года от Рождества Христова дает Ярскому городовому приказчику Федору Румянцеву указание. Очень много информации о селе Екатерининское на портале Родная Вятка. Погибший персонали из этого населенного пункта Сеткин Андрей Васильевич, Сеткин Андрей Васильевич, Сеткин Андрей Васильевич. Вот ничего больше пока нет. В комментарии к этой публикации написано замечательный рассказ, интереснейший. Я тоже советую вам зайти на портал Родная Вятка, краеведческий портал и почитать о селе Екатерининское. О селе Екатерининское более подробно, что ли. Очень много интересной информации. Очень. Там даже дискуссия сейчас идет по материалу о селе Екатерининское. Екатерининское. Да. Да, есть просто монет, где это находится, точно где-то на югах, где-то туда, в сторону, это не Норманская, в сторону монета, могу себе спросить, Архангекс куда-то туда. Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok